Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам всю правду о напольных радиаторах. И сразу же скажу, что сегодня я буду рассказывать не только об их минусах. Кроме этого, я расскажу, что нужно делать в тех случаях, когда без таких радиаторов никак не обойтись. И начнем с того, что, во-первых, запомните. Если у вас на полу лежит плитка, то вокруг подводов будет находиться затирка этой самой плитки. И эта затирка будет постоянно выкрашиваться, потому что подводы постоянно расширяются и сжимаются. А затирка имеет почти нулевую эластичность. Ну а если у вас ламинат, то ситуация еще хуже. Потому что на всех примыканиях у вас должны быть зазоры примерно по сантиметру. А иначе ламинат будет расширяться, упрется в подводы, сдвинет их, и они потекут. И в итоге вы зальете не только себя, но также и всех соседей снизу. Дальше. Установка напольных радиаторов является еще и грубейшим нарушением технологии укладки ламината. Потому что ламинат – это очень свободолюбивое покрытие. И оно имеет законное право расширяться и сжиматься в любую сторону. А крепления радиаторов зажимают ламинат, а значит, нарушают его права и свободы. И чем это чревато, я уже говорил в предыдущем видео. Как минимум, это лишает вас права на гарантийное обращение к производителю ламината. А кроме этого, если ламинат упрется в креплении, то он вздуется. И вам придется снимать плинтус с противоположной от радиатора стороны и еще раз этот ламинат подрубать. Потому что в сторону радиатора он расширяться не может. А значит, с той стороны ему нужен двойной зазор. Но после того, как он опять сожмется, плинтус его уже не перекроет, потому что вы слишком сильно его подрубили. При этом, обратите внимание, у некоторых радиаторов отверстия на ножках не круглые, а продолговатые. Наверное, это сделано для того, чтобы ламинат все-таки мог свободно расширяться. То есть, по мнению производителей радиаторов, ламинат расширяется только перпендикулярно окну. То есть, только вот по этому вектору. Но, на самом деле, ламинат расширяется во все стороны. Если он будет расширяться вдоль окна, то есть вот по этому вектору, то он встанет домиком прямо между вот этими вот ножками. Дальше. Напольный радиатор – это еще и очень большие проблемы с уборкой. Вокруг ножек и вокруг подводов постоянно копится грязь, а убирать там очень неудобно. Кроме этого, напольный радиатор – это еще и очень нежная конструкция. Нежная настолько, что если во время уборки просто сильно ударить шваброй по подводам, они начинают подтекать. А у одних моих заказчиков радиатор стоял около выхода на лоджию. И каждый раз, когда они с гостями выходили с лоджии, кто-то задевал за этот радиатор коленом. И практически каждый раз он начинал подтекать. Скажу больше, если у вас по комнате просто бегает маленький ребенок, он врежется в этот радиатор, просто его достаточно сильно тамкнет эти подводы и начнут подтекать. Ну и кроме этого, не забывайте, что большинство радиаторов имеют достаточно агрессивную форму и очень много острых углов. И если ребенок ударится в него головой, то сразу вспоминается анекдот. Вы такая хорошая мать, у вас трое детей, но они так спокойно себя ведут. Угу. Просто раньше их было четверо. В общем, запомните. Если без напольных радиаторов можно обойтись, то именно так и нужно делать. И поэтому переходим к самому главному вопросу. А что же делать тем, у кого изначально отопление по полу и напольные радиаторы от застройщика? Рассмотрим сразу оба варианта. Во-первых, если у вас есть подоконная часть, то радиатор в нее либо утапливается, либо монтируется в фальшстену. В результате подводы не соприкасаются с напольным покрытием, а сам радиатор защищается от механических воздействий. Ну и второй вариант. Если у вас нет подоконной части, то есть если у вас окна прямо до пола, и радиатор стоит прямо под окном. В этом случае вам достаточно просто немного приподнять окна, чтобы под ними обустроить подиум высотой 10-12 см. А этот подиум укладывается подоконник, и прямо в него монтируются подводы, а участок под ним закрывается плинтусом. И в итоге мы снова получаем, что подводы никак не взаимодействуют с напольным покрытием. И на этом у меня на сегодня все. Изолируйте напольные радиаторы от напольного покрытия, и да пребудут с вами действительно теплые и действительно долговечные ремонты. А с вами, как всегда, был Алексей Земсков. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...